Ну а мы представляем шонгит. Это именно тот минерал, который добывается в единственном месторождении только в России. И это бальзам. Венотоник. Будьте с нами, мы расскажем все подробно. И опять же, доступная цена. Четыре тубы вы получаете по 75 миллилитров. Хватит очень надолго. Я даже считаю, что одной тубой можно легко поделиться, подвести своей любимой мамочке, папе, чтобы не болели суставы, чтобы облегчить состояние. Ну а про венотоник мы прямо сейчас с вами и поговорим. Да, мы сегодня говорим действительно о здоровье. Тем более у нас есть такая уникальная возможность. У нас в гостях Геннадий Петрович. Кому вы можете задать вопросы, связанные с тем или иным заболеванием. И у нас у Натальи проблемы с венами. У нее венозная недостаточность. Я знаю, что Наталья уже проходила ряд операций, но, к сожалению, у нее эта проблема возвращается вновь и вновь. И чтобы для тех, у кого есть такие же проблемы, или чтобы эти проблемы как можно дольше не появлялись, для профилактики мы как раз и используем интенсивный наш бальзам-венотоник для ног. Вот Наталья сейчас у нас нанесет. Я покажу, как это правильно делать. Да, мы немного растираем между ручками, даже это можно сделать, чтобы его немного согреть. И начиная снизу, мы поднимаем восходящими легкими массажными движениями, мы втираем наш бальзам на ножку. Так, отлично. Нужно втирать или достаточно просто нанести? Как, Геннадий Петрович, вы посоветуете? Нет, обязательно вот такими движениями надо втирать. Вы как раз круг, который застаивается у вас в голени, вы ее помогаете выдавливаете вверх, для того, чтобы она лучше отходила и не заставилась там. То есть это очень правильно. Слушайте, ну я вот думаю так, если мы можем предотвратить страшные последствия, то что вены, это же, я правильно, Геннадий Петрович, понимаю, это не только то визуально, что вот портит ноги, да, вот торчат эти вены, они прям буквально наружу вылезают. Это же не только такой, скажем, косметический эффект, дефект, это же еще внутри происходят изменения, которые настолько портят нам жизнь и могут довести до операции. Вы знаете, есть такое понятие, как портальная гипертония, которая говорит о том, когда человека снимают на рентгене, то видно, что у него вены здесь расширены. Это говорит о том, что кровь не проходит поворотной вены, и здесь создается у него давление в ногах, в органах малого таза. И за счет этого мы видим, что в ногах они расширяются от повышенного давления, но эти же процессы у вас идут, и в малом тазе у вас портятся половые органы, у вас портятся там почки, у вас возникают явления там вот геморроем и так далее. Вот, так что надо обязательно все это устранить. Как будем устранять, как мы будем помогать нашим венам правильно работать для того, чтобы нам избежать операции? Вот посмотрите, вот на что, какие дорогостоящие мы часто проводим. Операция, кстати, вы знаете, 20 тысяч рублей стоит. Слушайте, немало, немного. 20 тысяч склерозирования вен. Знаете, Геннадий Петрович, я делала склерозирование, у меня буквально через полгода стало еще хуже, и я, честно говоря, вообще пожалела, что я сделала. Ну, может, просто мне не повезло. Лекарство тоже у нас не так дешево, от 800 рублей, а это надо каждый месяц. И компрессионное белье, оно таких денег стоит, вот честно говоря. Я не знаю, 2 500, это еще нашли где-то очень доступную цену. Я себе покупала, потому что постоянно на ногах 4 тысячи не подходи. Компрессионные колготки. Представляете, что такое капроновые компрессионные колготки? Это же, в общем-то, не такое долговечное изделие. Вы представляете, сколько всего, это еще включая все препараты, бинты, это все сложность, и все это нам, получается, будет не нужно, если мы вовремя займемся своими ногами. Если вы мучаетесь со своими венами, если у вас устают ножки, если вы устали вечерами приводить их в тонус, если они у вас, может быть, не имеют. У кого-то, знаете, такое ощущение, как будто гири таскаем за собой. Заказывайте интенсивный бальзам венотоник. Это уникальная шунгитовая основа, и это ценнейшее профилактическое средство. Ну, вопрос в том, что вот у нас здесь богатая составляющая, да, помимо шунгита, и она тоже помогает поддерживать наши вены. Ясо? Да, давайте, ответьте, ответьте. Светлана, расскажи, пожалуйста, тоже глубоко изучала. Да, я знакома, я действительно, я рекомендую, я рекомендую своим клиентам использовать его, поэтому я знакома с составом. Я вам скажу, что кроме прекрасного нашего шунгита здесь, еще здесь находится, у нас здесь находится, у нас находится рутин, который повышает тонус вен и защищает от тромбоза. У нас конский каштан, который снимает судороги, он уменьшает отечность, он укрепляет сосуды. То есть вот такое тройное действие в нашем одном креме. Вот так, вы представьте себе, какой богатый состав, и вы получите не одну тубу, а сразу четыре. Вот прокомментируйте, Геннадий Петрович, а рутин-то нам там зачем? Дело в том, что рутин как раз он способствует тому, что укрепляет стенки сосудов. И я бы, знаете, что бы еще добавил? Для того, чтобы у нас, ну как бы сказать, хорошо крем действовал, надо бы и изменить и питание. То есть перейти на кашки, чтобы примерно хотя бы одна треть вашего рациона составляли овощи, которые содержат и рутин в естественном виде, и содержат ту воду, которая разбавляет нашу кровь, чтобы она была более текучая. Да, понимаете, это тоже надо сделать. Это там все будет работать, отлично. Итак, представьте, вот вам и рекомендация от Геннадия Петровича. Улучшаем свое состояние, не только работы ваших вен. Вы наносите интенсивный бальзам вен на тоник на ножки и меняете свое питание. Каши и, я так понимаю, овощи, да? Овощи, да, свеженькие желательно. Продолжение следует...